Ты спрашивала меня о поединке с Кличко, но это неправда, я никогда не дрался с ним, я никогда не боксировал с Кличко, но я тренировался с ним, спарринговал. И вот какая была история, это был 98-й год, сейчас я расскажу вам все как есть. Владимир Кличко позвонил мне, не помню, к кому именно он тогда тренировался. Мы потренировались, я ему понравился и он позвонил мне снова, так как его противником был Левша. И вот что случилось. Само собой он меня отметелил, мужик ведь здоровенный, олимпийский чемпион, а я тогда был мелкой ящерицей, я не испугался, отдал хороший отпор, контратаковал, но он побил меня. Мы договаривались провести 4 раунда спарринга, и в конце третьего раунда он как начал насыпать мне, проходило почти все, он доминировал в одну калитку. Ну и само собой я капец как разозлился и пробил серию в ответ, устроил размахаечку, бом-бом-бом. Я попал ему в голову и он даже отступил назад. У него даже шлем сместился. Он упал на задницу, но не от моего удара, нет, его тряхнуло, и он неудачно сделал шаг назад. Я сбил его шлем, но упал он не от моего попадания. Но его тренер не понял этого. Он был в его углу и думал, что Ключко бухнулся именно от удара, и тут же остановил спарринг. Он не хотел рисковать, так как бой Владимира должен был пройти уже через пару дней. И когда Владимир понял, что спарринг остановили, он тут же вскочил, говорил, что он в порядке, и останавливать не надо. Но тренер не хотел рисковать. Казалось, что я нокаутировал его, но это было не так. Владимир Ключко отличный парень, великолепный спортсмен и невероятный человек. Но на этом все не закончилось. Был там один мужик, его менеджер, вернее, он сам себя провозгласил его менеджером. И он немедленно позвонил одному журналисту. Он позвонил женщине-журналисту. У меня до сих пор они хреновые воспоминания. Но была она крайне, крайне зловредной женщиной. И суть в том, что я всегда говорю правду. А она всегда стремилась лишь к неточностям и негативу. Она, кстати, связалась с парнем, который отнюдь не был похож на меня. Парнем из города Солина, в Хорватии. И знаешь, я не хочу никого оскорблять, но это правда. Она была здоровенной тушей и ростом 190 сантиметров. Ты вообще слушаешь меня? Говорю ведь, это был Крампус. Крампус ростом 190 сантиметров и весом 110 килограмм. И она была поистине злой, плохой женщиной. Итак, самопровозглашенный манагер звонит ей и говорит, «Мирка вырубил Владимира Кличко в спарринге. Я был настолько зол, и я спросил его, что он там такого наговорил». Но журналистка оказалась неглупой и сама позвонила Кличко, спросив обо всем. Он ответил, что не знает, почему Мирка говорит такое, потому что это неправда. «Было ощущение, что на меня попросту нассали. Мне было настолько стыдно. Я не знал, как теперь снова смотреть в глаза Кличко. И я-то знал, что произошло. Владимир упал, потому что хотел отшагнуть назад. А пол оказался влажным. Он упал только потому, что поскользнулся. Тренер не видел этого и остановил бой. А я толком и не ударил Кличко. Я зацепил его шлем. Я засадился оттяжечкой, но не попал по нему. Но та журналистка написала, что я нокаутировал Кличко. И если говорить откровенно, то я тогда был ноунеймом. Так что все выглядело так, будто я лгал. Но я был невиновен во всем этом. Перевел и озвучил канал Old School Combat. Жми лейкоцит, засади по этой кнопке подписаться. И помни старую школу.